В Махачкале 13.45. В студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Сегодня в Каспийске стартовала акция «Знамя Победы», ставшая доброй традицией последних лет. Сегодня Знамя Победы снова на передовой. Вместе с Триколором его несут российские воины, которые сражаются с нацистами и освобождают Донбасс от коричневой чумы. Среди военнослужащих добровольческого батальона «Каспий» и внук того солдата, прошедшего Берлин, легендарного Абдул-Хакима Исмаилова, водрузившего красный флаг над Рихстагом и запечатленного на эпохальной фотографии Евгения Халдея. Мы твердо знаем, история повторится, и символ нашего триумфа в Великой Отечественной войне, Знамя Победы, вновь завьется над резиденцией нынешних националистов, возвещая о наступившем мире. Пусть эта связь поколений будет крепкой и нерушимой, а небо над Россией – светлым и мирным. Желаю вам успехов во имя отчизны, здоровья и всего самого доброго. Написал Сергей Меликов в Телеграм-канале. Герой России Ибрагим Паша Садыков – почетный гость торжественной церемонии открытия республиканской акции «Знамя Победы». Участник Великой Отечественной войны в президиуме вместе с председателем правительства Абдулмуслимом Абдулмуслимовым и руководителем администрации главы и правительства Алексеем Гасановым. Напомним, 2 мая Владимир Путин присвоил ветерана Великой Отечественной войны Ибрагим Паше Садыкову звание Героя России. Столетний фронтовик награжден за мужество и героизм, проявленные в годы войны, а также за большой вклад в патриотическое воспитание молодежи. Поздравления Аксакалу и его семье поступают со всей страны. От нашей телекомпании их передала Патимат Сулейманова. Лихо отплясывать лесгинку, заразительно смеяться и никогда не унывать. Уроки жизнелюбия Ибрагим Паша Садыков готов давать и сегодня. Самый жизнерадостный ветеран Великой Отечественной войны. Глядя на него и не скажешь, что за плечами тяжелейшие фронтовые годы. Ибрагим Паша Султанович отправился на фронт добровольцем. Участвовал в битвах под Сталинградом, в Крыму, в боях под Курском. Освобождал Киев, Львов и Варшаву. А в апреле 1945 года участвовал в боевых операциях на территории Германии. Когда такие праздники, нам становится 24 года. В январе этого года Ибрагим Паша Садыков перешагнул столетний рубеж. С юбилием ветерана поздравил глава республики Сергей Меликов. Спасибо вам, что папу так хорошо нам сохранили, что нам так его хорошо подарили. Это он нас сохранит. Всех в нашей семье он сохраняет. Известие о присвоении ему звания Героя России Ибрагим Паша Садыков встретил в кругу своей большой семьи. Он полон доброй энергии, задора и позитива. И, как и 79 лет назад, готов смело встать на защиту Родины. Очень символично, что в преддверии Дня Победы Верховный Главнокомандующий воздает должное искренне преданным своей родине дагестанцам, тем, кто отстоял страну в годы Великой Отечественной, и их преемникам, защищающим сегодня государственные интересы в зоне СВО. Указом президента России нашему земляку Азеру Рамазанову на этой неделе было присвоено звание генерал-майора. Несомненно, это признание его заслуг, опыта и высочайшего профессионализма. Азер Нуралиевич возглавляет одно из важнейших направлений в ходе специальной военной операции, находится на переднем крае. Не раз слышал об отваге личного состава возглавляемой им дивизии при выполнении боевых задач и уверен, огромную роль в этом играет командир. От умения правильно спланировать операцию, настроить подчиненных и по возможности избежать потерь среди своих солдат, зависит общий результат. Именно успехи таких командиров и их подчиненных куют сегодня нашу победу. Азер Нуралиевич, от всей души поздравляю вас с присвоением высокого звания. Желаю вам и вашим боевым товарищам военной удачи и дальнейших успехов в службе. Дагестан вами гордится, написал Сергей Меликов в телеграм-канале. Сегодня в Дагестан прибыла делегация Республики Индонезия под руководством чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия Российской Федерации Жозе Антонио Марата Таварыша. Гостей встретили заместитель председателя правительства Резван Гадзимагомедов, министр культуры Зарема Бутаева, министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов, исполняющий обязанности представителя МИД России в Махачкале Марат Османов. Делегация пробудет в регионе до 8 мая. Пасхальные традиции объединяют и укрепляют семьи, приносят радость и взрослым, и детям. Подготовка к празднику, когда пекут куличи и красят пасхальные яйца – приятные часы времяпрепровождения и общения поколений, где передают рецепты и ведут задушевные беседы. Кулич на столе – это признак незримого присутствия Иисуса Христа, поэтому в процессе участвует вся семья. В гости к семье Бровка заглянула наша съемочная группа. О подготовке к долгожданному празднику – Эмилия Аделханова. Запах свежеиспеченных куличей уртают в воздухе с самого утра. Хозяйка дома Светлана Бровко готовит праздничный стол. Дети, главные помощники, разрисовывают яйца, наносят глазурь на куличи. И все это с особым трепетом. Я люблю этот праздник, что когда мы играем в пасхальные игры, всегда вся семья собирается вместе, и можно покушать или поиграть в какие-то игры. После Великого поста каждый накрывает стол на свое усмотрение, но обязательно должны быть куличи и яйца. Форма кулича напоминает гробницу, из которой воскрес спаситель, а у пасхальных яиц свой особый смысл. Разноцветные пасхальные яйца стали неотъемлемой частью праздника, но сквозь эту яркую палитру проступают отголоски древнего обычая, где доминировал красный свет, символ пролитой крови Христа и его воскресения. Есть и традиция биться пасхальными яйцами. Эта игра символизирует борьбу добра со злом. Берем и начинаем яйцами, как говорится, бороться. Вот у кого яйцо треснуло, проиграл. И так со всеми. Вечером отец семейства вернется с работы и семья Бравко отправится на службу в церковь. После этого друзья и родственники соберутся за одним столом. Дом наполнится радостью и теплыми воспоминаниями ушедших. Потом приходят гости к нам, собираются близкие, друзья, родственники. И вспоминаем усопших. Потому что в этот праздник, по нашим традициям, можно сказать так, что мертвые приходят домой. Как и миллионы православных христиан, эта дружная семья погрузилась в атмосферу праздника Светлого Воскресения Христова. И с этой пасхальной едой семейство в полном сборе отправится в церковь, чтобы осветить ее. Сергей Меликов в режиме ВКС провел заседание Совета безопасности республики. Обсудили вопрос безопасной эксплуатации автозаправочных станций. За устранение выявленных недостатков в их деятельности отчитаются ответственные структуры, в том числе и главы районов и городов. О необходимости мер и о зоне ответственности расскажет Даниил Исаев. По поручению главы республики до 1 июля под руководством глав муниципалитетов республики пройдут комплексные проверки АЗС. Проведенный ранее соответствующими службами анализ показал, что подавляющее большинство обследованных АЗС в Дагестане не соответствует требованиям безопасности. 437 исковых заявлений о приостановлении деятельности АЗС были удовлетворены, а их деятельность прекращена до устранения выявленных нарушений. В феврале 2021 года мы обсуждали вопрос, связанный с деятельностью АЗС, АГЗС, но трагическое происшествие 2023 года показало, что вот те решения, которые мы приняли в 2021 году, за два года до трагедии, за два года до трагедии, ничего не поменяло в вопрос обеспечении безопасности. Считаю необходимо, чтобы соответствующие органы своевременно принимали меры по правовому регулированию деятельности автозаправочных станций, станций технического обслуживания, в избежание подобных трагических событий. Сергей Меликов подчеркнул необходимость на ведение порядка в вопросе выделения земельных участков и разрешения на строительство подобных автозаправочных объектов, в налаживании достоверного учета и отчетности, обеспечения безопасности как самих объектов и сотрудников, так и граждан, проживающих вблизи. Выборочная проверка международной рабочей группы в составе представителей Совета Безопасности МВД, Управления Ростовского надлора, Управления МЧС России по республике Дагестан по соблюдению указанными автозаправочными и автогазозаправочными станциями, ранее установленные судами ограничителям мер по приостановленной деятельности, с выездом в испании образования и городские округа, Кунтеркалитский, Кедилютовский, Буйнарский район, город Махачкала, Каспич, Буйнарский, Кедилют, установленный, что на момент проверки, это было на конец марта 2024 года, три автозаправочные и автогазозаправочные станции из 45 проверенных, нарушение судебных ограничений продолжало реализацию топлива. Отмечено, что все вопросы по наведению порядка должны взять на себя не только правоохранительные и контрольно-надзорные органы, но и главы городов и районов, которые в свою очередь должны вовлекать надзорный процесс общественной организации и жители своих муниципалитетов. По состоянию на 26 апреля проведено свыше, вот цифры такие огромные, конечно, 22 149 проверок, это реально проведенные проверки, в ходе которых выявлено 3800 нарушений, направлено прокурором более 3400 информаций. Также выявлено более 30 заправок, которые при наличии судебных решений, а при остановлении деятельности продолжали работать. Такие факты выявлены в Махачкале, Буйнадске, Кизляре, Избирбаши, Хасаевске, Буйнадске, Бокринском, Бабаютовском, Мунцукульском, Бахватском, Кунтургалинском, Тарабдуакенском, Кизимутовском, Гайкенском, Сульмастальском, Хасаевтовском районе. Также ответственным структурам поручено создать все необходимые условия для безопасной эксплуатации всех автозаправочных станций. В селе Карра Лакского района отметили День первой борозды. Этот праздник весной проводится во всех уголках нашей республики. И у каждого района свои традиции. Из Лакского района репортаж Магомеда Баширова. Запах предстоящего праздника собирают жители села Карра со всех его концов. Над костром уже кипят котлы, где варится мясо. За ним следят мужчины, а женщины отвечают за курзе. Это традиционное блюдо на празднике первой борозды. Пока еда готовится, тракторист прокладывает первую борозду, куда бросают семена кукурузы. Традицию предков продолжают потомки, передавая из поколения в поколение. Я думаю, их надо продолжать, эти праздники. Никак нельзя бросать. Хоть тяжело, но надо делать. Вот видите, как собрались наши все люди. Эти люди друг друга год один раз друг друга не видят. Да, правильно же? Вот здесь встречаются, видят, знакомятся. И вот так жизнь идет. Молодежь растет. Всех воспитывать надо. Вот любили, чтобы родные края, родные села. Какой же праздник без спортивных состязаний? Если мальчики и девушки соревновались в беге, среди мужчин программа дисциплин была общернее. Подтягивания на турнике, армрестлинг, метание тяжести и волейбол. Основные баталии разворачиваются в двух зонах – армрестлинга и бросания к гири. Неудивительно, потому что для победителя подготовлены призы – телевизоры. День первой борозды в селе Кара отмечают ежегодно. Сельская площадь становится местом ярких состязаний, приятных знакомств и общих воспоминаний. Мы участвовали в спортивных мероприятиях. Спасибо всем организаторам побольше, чтобы побольше организовали такие мероприятия. Большое спасибо всем, кто принял участие. Все очень понравилось, очень много молодежи. Сядь, раз здесь. Очень прекрасный день, прекрасно побегали, оттягивались. Призываю наших молодых приезжать в село к своим отцам, дедушкам. Не знаю, приходят гости, не забывать корни. Очень важная часть праздника – выбор организатора на следующий год. Здесь прибегают к традиционному методу – жребию. Бумажки с именами отправляются в шапку, откуда мальчик достает одну. Ответственный – Джабраил Гасанов. А значит, празднику в следующем году быть. Сегодня в Театре поэзии премьера поэтической композиции, которая посвящена одному из важнейших праздников страны – Дню Победы. В театрализованное представление вошли произведения известных советских поэтов. Двукратный олимпийский чемпион Абдул-Рашид Садулаев в шестой раз стал чемпионом России по вольной борьбе. В финальном поединке весовой категории до 97 килограммов он победил своего земляка Алихана Жабраилова. Погода. Субтитры создавал DimaTorzok